Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы играем в House Flipper. Мне сказали, не торопись, читай задания, там история, там сюжет, там все очень интересно, расслабься, не нужно торопиться, поменяй кровать. Мы этим сейчас и займемся, не будем мы никуда торопиться, но все равно, учтите одно, мне нужно уложиться в 45-50 минут. Плюс-минус, хрен к носу там прикинуть, если так должно выйти. Продадим кровать, зайдем в магазин, нажмем вот сюда, в мебель, нажмем в спальню и купим кровать. Темная, светлая, не важно, нам нужна красивая, удобная кровать, потому что на кровати человек отдыхает. Кровать для девочки, нет, я вроде бы мальчик, поэтому не будем мы покупать кровать для девочки. Сейчас подвину немножечко вот так вот микрофончик, чтобы тебе меня было лучше слышно, и я не думал, что ты меня не услышишь, или там что-нибудь еще такое. Давай напишем кровать, и найдем кровать какую-нибудь удобненькую. Я считаю, что вот кровать для мальчика мне как раз подойдет, или нет? Или, или может быть, вовсе вот такую? Нет. Нет, давай какую-нибудь такую вот, такую вот простенькую купим. Сердечко не хочу, хочу, хочу вот так, так какую-нибудь, вот чтобы она была красиво выглядела, и чтобы прям, не знаю, и чтобы прям, да хрен его знает, знаешь, какую хочу. Давай вот обычную вот такую вот двуспальную купим. Тёмную древесину, нет, вот вяз американский, постель вот в цвет, в розочке вообще отлично, одуванчики, алмазные крестики, голубой и бежевый. Вот голубой красиво выглядит, подушка и подушка, подушку в большие цветы, матрас, матрас будет у нас с тобой, какого цвета, матрас, а где он есть? А, вот он, матрас пусть будет белый, белый матрас должен быть. Я нажал, надеюсь, купить сейчас, а не купить несколько. Блин, какая она огроменная кровать-то. А может батарейку чуть-чуть подвинуть, не? Как быть, как быть? А как быть, вот так и поставим. Да, конечно, здесь прям... Ой, я купил, конечно, такое уродство. И что делать теперь с этим чудом? Но так она тоже очень далеко отодвинута. Нет, давай продадим её к хренам собачьим, она нам... Да, она нам не нужна. Купим односпальную кровать. Чтобы... Чтобы места нам много... Да что ты будешь делать? Чтобы она места много не занимала. Потому что она места, видишь, много очень занимает и не даёт нам пройти кровать для девочки, кровать для мальчика, кровать с ящиком. Вот такую купим простенькую. У нас дом простенький, соответственно, и вес американский. И, соответственно, не нужно нам всякие тут изыски. Не нужны они нам. Нам достаточно будет маленькой кроватки, на которой просто можно будет переждать ночь. Не, некрасиво. Давай лучше купим какую-нибудь... Ну, белую, что ли, купим. Не, голубую. Голубую очень красиво выглядит. Купить сейчас. Угу. Вот так, наверное, да? Да. Да, вообще хорошо стоит. Пойдёмте к заданиям. Сказали выполнять задания вот эти вот маленькие, которых... У меня аж целых 16 штук, но теперь у меня 17-их. И начнём с самого первого. Если я должен за что-то заплатить, то я или доволен всем, или же не плачу. Идёт зима, зимы суровые, а у меня нет дома батарей. Установи их. Хорошо, давай установим мужику двери. Негоже зимой мёрзнуть дома, без батареек. Лучше мёрзнуть с батареями. Тебе нужно достичь ещё 68% прогресса, чтобы иметь возможность завершить заказ. А, ну то есть это просто информация для меня такая посредственная. То есть мне нужно в каждой комнате купить батарейку. Хорошо? Давай купим батарейку. Да, вот эту батарейку купим, поставим. Сказали ещё, что здесь разница в режимах, сложной и несложной, лишь в том, что у меня не будут подсвечиваться детальки, которые в сборке вот участвуют. Я считаю, что включать мне сложный режим не стоит. Ввиду моей не особо, так сказать, большой, большом профессионализма, ввиду моего небольшого профессионализма в этой сфере, я не возьму на себя ответственность делать всё на глазок и по памяти. То есть я не знаю, как это всё устанавливается. Я же собирал, что ли, тут 25 часов подряд эти батарейки. Я вот сейчас даже не особо понимаю, как это собирается. С учётом того, что здесь ещё и не всегда кнопочки работают. То есть я нажимаю, а она не всегда с первого раза срабатывает. Соответственно, мы пока воздержимся от всего этого дела и будем пользоваться облегчённым способом установки всяких вот этих вот коммуникаций. Здесь я могу установить раковину и полотенцесушитель, хочу заметить. Полотенцесушитель мы установим обязательно после раковины. Раковину нужна какая? Здесь вообще чё к чему-то? Обычная серая, с клетчатым полом, с беленькими этими, с белой мебелью. Следовательно, умальник со шкафчиком вот такой вот будет. Верхушечка, ой, верхушечка. Это белые двери, правая дверца. Столешность тоже белая должна быть. Только почему-то она и не белая, и не серая, а такая же чёрная, как и была. Ну и ладненько, это дело не наше. Так, серый. Белый от серого. А, это дверцы, основание. Блин, ну серый лучше выглядит. Давай купим серый. Я думал, что я опять какую-то не такую купил раковину, и она не хочет устанавливаться. Оказывается, просто нужно было на неё нажать. Вот представляешь, как бы я это делал, всё в сложенном режиме. Я нет, я не представляю. Здесь же нужно всё по очереди правильно делать. А я же ведь нет, я же по очереди не умею. Вот, я опять нажимал 150 раз, а она не нажимается. Какой я молодец. А, полотенцесушитель мы ещё не установили. Я так понимаю, это всё, что ли? Больше нам ничего здесь не нужно устанавливать? Или что? Или же это просто 67% этого заказа выполнено, и нам позволительно закончить заказ на этом моменте? Просто если так, то понятно. А если нет, то это мы очень быстро выполнили заказ. В этой серии, наверное, у нас не будет крупных проектов, а будет просто, типа, а всё закончено. Прям всё-всё-всё, что ли? Какие мы молодцы. Завершить заказ? Да. 70 косарей мне почти заплатили. Ну, как почти? 69. Мы большие с тобой молодцы. Мы не торопимся никуда. Мы сейчас просто играем, разговариваем на какие-то обобщённые темы. И, в принципе, всё хорошо. Зелёные стены помогают что-то там. Выспаться, наверное. Или расслабиться. Подготовка к дню... Подготовка к рождению нового члена семьи. Курк. А, Марк. Курк, блин. Откуда я такое слово-то вытащил? Привет-привет. Моя красавица-жена наконец-то забеременела, и мы теперь в хлопотах. Как никогда раньше. Хоть и очень счастливы. Я сам без понятия, чем мне надо сначала заняться. Так много вещей ещё нужно сделать до рождения моей маленькой принцессы. Мы уже знаем в сто процентов, что это будет девочка. Мы купили прелестный маленький домик для нашей троицы. К сожалению, он нуждается в порядочной уборке и подготовке комнаты ребёнка. Я рассчитываю на то, что на ведение порядка в домике я смогу доверить тебе. Ещё очень прошу подготовить комнату для ребёнка, купить кроватку, а подкладку для смены пелёнок. Может, ещё какие-то игрушки? Я целиком полагаюсь на тебя в этом вопросе. И обязательно покрась стены в комнате нашей принцессы в светло-розовый цвет. Заранее благодарю за помощь. Уже скоро. Счастливая папочка. Марк Мыльников. Ну, давай займёмся тобой, Марк Мыльников. Подготовим, так сказать, дом и комнату для вас, для вашей семьи. И в саду делать нам ничего не нужно. Ой, ой. Почему вилком-то... А, вот, вилком всё правильно, да, всё хорошо. Мы не будем торопиться, мы уберём сначала весь... А, нет, давай мы не будем убирать сначала весь мусор, мы сначала займёмся просто... Пойдём по комнатам. Просто пойдём по комнатам. Будем потихонечку убираться, никуда не торопясь. Я просто пытаюсь сам себя остановить. На самом деле я... Как я уже написал в комментариях, я просто пытаюсь быстро-быстро-быстро всё сделать. Просто я записываю по много-много-много роликов сразу, чтобы потом можно было хотя бы денёк не записывать. Чтобы можно было заняться какими-то своими, что ли, делами. Чтобы было время какое-то свободное. Чтобы ты смотрел ролики, а я занимался своими делами. То получается, что если я буду записывать по-малу роликов, то есть по два ролика, например, в день, то, естественно, я не смогу себе выделить какое-то определённое время для выполнения своих каких-то непосредственных обязанностей. И получится, что я вроде ролики-то нормально записать не могу. И, как это сказать, и дел, надела на мои свои какие-то нет времени. И это некрасиво. Я лучше 3-4 ролика в день буду записывать, но потом, потом я смогу заняться какими-то своими делами. 96%. А, вот, подоконник. Подоконник был не помыт. Помой окно. Помой окно. Но этим занятием, этим делом мы любим заниматься. Это очень расслабляющее и медитативное действие. Примерно как мыть сами дома. Но дома большие, а окна вот маленькие, просто мышкой гоняешь по столу, и всё хорошо. И всё получается, все рады, все довольны. Вот это большое окошко. Вот это да. Это тоже для нас не проблема. Не знаю, слышно ли тебе мою мышку? Я её вожу по столу. Просто я её слышу. Я слышу очень громко, как она елозит по столешнице. И прям, прям аж как будто кошки на душу скребут. Ну что такое? Где здесь? А, вот. Какими-то пробелами моет окна наше устройство. Ну, наверное, это так и должно быть. Следующая комната в ванной. А это, получается, наверное, комната... Тоже не комната. Так, погоди, нет. А где комната ребёнка? Вот это, наверное, да? Ну, мы в неё в последнюю очередь пойдём. Здесь мусора нет. Здесь есть лишь грязь. Ну, грязь мы быстро отмоем. Грязь мы уже приноровились очень хорошо отмывать. Есть там какое-то ещё улучшение для моей этой швабры? Пароницательный взгляд. Хорошая уборка. Вот уборочку... А, вот я хочу... Хотя, нахрена мне эта супер-пупер-мега швабра? Если мы и так убедились в том, что достаточно далеко швабра берёт. Здесь, наверное, требования от заказа, опять же, мы прокачаем. Ну, потому что договориться о цене мне оно не нужно. Как уже говорил один человек в комментариях, здесь беды нет никакой с деньгами. Здесь вообще нет никакого дефицита в деньгах. Да что ты застрял? Здесь вообще нет такого. И как бы вот нам это договориться о цене один хрен никак не поможет. Понимаешь, мы не выиграем практически ничего. Вообще практически ничего не выиграем. Договоримся мы там на 10 тысяч дороже, да, этот заказ сделать. Ну, а что нам эти 10 тысяч? Ничего не дадут. Даже кровать на них не купишь. Ой. Зачем-то я закрыл все двери. Надо было сначала открыть, а потом уже закрывать. Я как-то своей головой не особо подумал. Получилось вот как получилось. Мусор, получается, всё... А, всё, уже выбросили. Ну, мог бы и сам эти две коробки выкинуть, если честно. Эть! Вот полы, да, полы засрали здесь, конечно, основательно. Прямо-таки к этому подошли с серьёзным намерениями. Хорошо белые шкафы быстро отмываются. Почему-то чёрный пол отмывается очень долго. Где здесь ещё-то грязь? Где-то здесь. А, вот оно чё. А здесь где? А здесь-то где? Эй! Как я там должен достать? Видимо, как-то так. Да? Или нет? Я не пойму. С этой стороны это сделано или нет? Я не понимаю, где здесь напачкано, где здесь запачкано, поэтому предпочту поставить шкаф на место. 93% Я, конечно, понимаю, что не все загрязнения здесь видны, но... А, вот оно, смотри-ка, притаился. 98% Здесь так же? Нет, здесь нет такого же. И здесь тоже нет. Возможно, где-то пол грязный. А, возможно... Стол был грязный, представляешь? Вот это да. Ну и дела. По-моему, окна, опять же, мое любимое занятие. Просто после того, как мы улучшили эту ерундовину, как она называется, стеклочистка, она меня стала лишь радовать. Она реально, смотри, она удобная. Она быстро моет окна. Она широкая стала. Как это может не радовать? Так, ну и, естественно, мы приступаем к ремонту комнаты для девочки. Для будущей дочки нашего клиента. Доступи новый навык уборки. Давай усовершенствуем. Давай усовершенствуем. Вот. Да, давай лучше все загрязнения будем видеть. Ну, потому что реально вот... Очень часто бывает тупость в моментах, когда невозможно найти вот это вот загрязнение. Вот как, например, в комнате рядом. Мы просто... Я просто ходил, и оказалось, что это стол грязный. Хотя я его просто на дурака потер. Я не думал, что он грязный, потому что он чистый был. Точно такой же, как и рядом стоящий. Но, видимо, на нем какой-то процент микробов остался. И нам игра говорила, что вот так-то, так-то. Давай мой. Тут все грязно. А я что могу поделать? Я это не вижу. Вот как сейчас, например. Где здесь? Еще 89%. Ой, 89. Еще 11. Вот. Еще 4. То есть это вообще прям ничто. Это реально ничто. 84%. Ой, 4% вот эти вот, понимаешь? Это ничто. Это просто ерунда. Это здесь где-то просто недомыто. А я же уже прокачал, что я туплю-то. Вот где-то здесь. Да? Да. И вот здесь где-то. А, вот. Блин, я вот, прикинь, тупанул. Я сейчас рассказываю тебе о том, что я прокачал наконец-то этот навык. И... И не понимаю, как им воспользоваться. Бывает, бывает такое. Подустал немножко. Как-нибудь красиво написали, что у нас будет панда с черными глазами, с черными этими кругами под глазами. Но по факту же, панда, правильно? У панды вот тут вот черные круги вокруг глаз. Вот они, вот они такие будут. Я стремлюсь быть похожим. Я вхожу в образ. Покрасить в постельный розовый цвет. Поместить предмет детской кроватки, стеллаж и пенальный столик. Пуф. Пуф. Лучше этого не делать. Ладненько. Не делать так не делать. Давай купим тебе... Ой. В задание. Постельно-розовый. Купим большую упаковочку. Банку. И начнем красить. Сказали, вкачивай экономию краски. Полностью согласен с этим высказыванием, с этим комментарием. Обязательно его сейчас вкачаем. Когда же он у нас будет доступен? Давай посмотрим. Я просто даже не знаю, когда он у нас прокачается-то. Где здесь валик? Через 301 покрашенную стену. Ого-го-го, сколько нам еще ждать. Очень долго нам ждать придется. Это кошмар, как долго, правда. 301 покрашенная стена. Чего? А, я могу сдать. Ну нет, мы сдавать не будем. Мы выполняем все заказы теперь до конца. Как написали, опять же, в комментариях. Зачем ты бросаешь задание, когда можно выполнить и выполнять на 100%. Я объяснил, почему я тогда бросил заказ на минимальных вот этих требованиях. Потому что я замудохался. Это был третий час записи. Понимаешь, третий час записи. Мне просто нужно было закончить это задание, чтобы просто вот оно было выполнено. Чтобы закончить серию. Иначе бы я просто умер, и все, и видео у меня больше не выходило бы. Вот и все. Как это сказать? Думай, что тебе больше нужно. Видео или... Или задание на 100%. Я думаю, что все-таки видео. Потому что если... Если, если... То больше видео не будет. И задание на 100%, соответственно, тоже. И вот как хочешь, так потом живи. С этим. С мыслью о том, что ты меня убил. А ведь это ты и сказал, на 100% надо выполнять. Ну я тебя запомнил. На самом деле нет. Я мало что запоминаю. У меня в голове каша. Просто каша. Ты не представляешь, какая каша. Я пытаюсь в ней немножечко разобраться. Но у меня у самого очень плохо это получается. Много очень информации. Так, покрасить в розовый цепь. Погоди, и что? И что я должен еще покрасить? Все что ли в розовый? Даже откосы вот эти? Ну, видимо, да. Видимо, Карл, этот или Марк, как его там зовут, видимо, очень хочет, чтобы... Его дочка была прям вся в розовом, вся в пушистом вот этом цвете. Подожди, может я что-то правда не покрасил? А, не, все, все покрасил. Детская кроватка. Так, начнем с мебелью. Так, продаем. Продаем. И покупаем мебелину. Из мебели у нас с тобой что должно быть? Из мебели у нас с тобой должно быть кровать, стеллаж, перенальный столик и пуф. Пуф. Детская кровать. Давай тоже в постельно-розовый. Чисто белый, постельно-розовый. Давай вот эту постельно-розовую кровать поставим. Рядом с батарейкой не круто ставить. Слушай, а где здесь начало, где конец? Это же детская кровать. С какой стороны у нее начало? С какой стороны не начало? Не знаю. Поставим ее вот здесь вот. Пускай стоит. И пеленальный столик поставим вот здесь вот где-нибудь. Я думаю, да. В постельный, в светлый. Купить? Купить. Так, так. Все правильно. Взял с кроватки, положил. Или когда там пеленают. Взял здесь, запеленал, положил в кровать. Все, не мешается ребенок. Что еще делаем? Мы еще ставим стеллаж. Стеллаж будет у нас тоже в белом цвете. Ввиду того, что вся комната очень светлая. И поставить этот стеллаж нам нужно, наверное, куда-нибудь вот. Куда-нибудь, куда-нибудь вот. Ну, здесь батарея. Можно было бы вот сюда залепить. Но нет, сюда мы не будем ничего ставить. Поставим его вот сюда вот, в угол комнаты. Ну, потому что там он не мешается. Там, получается, заходишь в комнату. Здесь стеллаж со всеми вот нужными вещами. Там памперсы, игрушки. Не знаю, что там можно положить. Здесь кроватка, здесь пеленальный столик. А вот здесь будет лежать пуф. Рядом с батареечкой. Есть какой-нибудь такой едокий светленький? Нет? Все вот такое? Обидно. Так, ну, кладем. Кладем, кладем, кладем его вот сюда. Вот пуфик этот. Вот один сюда, а другой... А другой, я не знаю. Ну, блин, можно, конечно, вот сюда вот бросить. Но здесь на проходе будет мешаться. Поэтому ставим его вон туда. Все, красота. Ну-ка, завершить заказ. За полмульта почти. Ошалеть. Вот это мы большие молодцы. Все красиво стало сразу. Наш клиент должен остаться довольным. Нам нужна комната, которая будет служить для всей нашей семьи. Угу. Перейдем к следующему заданию. У нас есть еще время. У нас его в вагон. Я забыл налить себе воды. Представляешь, я сейчас прям вот прям... Думаю, как я не подумал, и... Тупанул, короче. Не взял водички. Миша Пеночкин. Я хочу воспользоваться твоими услугами по ремонту дома, мой сладкий. Ха-ха. Что такое? Что это за человек такой? Не, давай мы к нему потом перейдем и посмотрим для начала к Саверии Вольский. Газон и бассейн. Любезно приветствую. Меня не было дома, и он зарос. У меня нет времени, чтобы косить. Тем более, что у меня большой участок, поэтому я с удовольствием закажу эту услугу. Кроме того, я мечтаю о таком приличном бассейне в саду. Пожалуйста, разместите его возле террасы. Спасибо. К Саверии Вольский. Принять. Так. Покосить газон. Доступит новый инструмент. Теперь вы можете использовать косилку. Выберите ее в меню инструментов. Затем используйте, нажав Е-индикатор на ручке, указывая текущую скорость, которую вы можете изменить, прокручивая колюсико мыши. Хорошо. Так, и чего я должен? А, я, то есть... Ух, я идти его колотить. Скорость моего перемещения это, да? Да, это скорость моего перемещения. А почему? А, я понял, надо нажимать. А что она не косится-то? Почему она не косила, когда я просто ездил? Так и должно быть? Мне кажется, нет. Ну, будем заниматься вот таким вот занятием. Вот таким вот делами. А интересно же. Косить траву, это вообще весело. Это надолго у нас. Хотя, она же косит без разницы, с какой скоростью я гоняю, да? Поэтому, думаю, будем гонять самую быструю скоростью, какую только возможно. Вот это да, вот это я понимаю. Сразу вспоминается кадр из мультика, но погоди, когда он кур в эти в сетки закладывал. Не знаю, у меня прям почему-то ассоциация именно с этим кадром. Классно. Мне нравится этим заниматься, прям, правда, такое расслабляющее занятие. Ты сидишь, никого не трогаешь, косишь траву на газоне у какого-то мужика, получаешь за это деньги. Уже 128 тысяч получил, хочу заметить. Просто тупо на том, что... Тихо ты. Че, висишь-то? Уже 128 тысяч получил. 133. Самый быстрый и доходный способ заработать деньги. Если ты умеешь только косить траву, можешь на лето подрабатывать, устроиться. Там, не знаю, если ты в школе учишься и не работаешь, на лето подрабатывать газонокосильщиком. Вишь, как они много получают. Да я на самом деле на такую прибыльную эту я бы и сам устроился. Если бы мне столько платили, я бы, наверное, и траву покосил бы. Подожди, а почему он здесь... Я думал, это реальное дерево, а это просто, наверное, посадить нужно. Капец, мы какие большие молодцы. Смотрите, с какой скоростью мы косим газон. Мы уже накосили на 150 косарей. На 150 косарей. Либо дядька такой богатый, либо реально там у них в стране ценится... Труд газонокосильщика. Прям реально так ценится, чтобы аж готовы заплатить 150 тысяч за покошенный участок. Мне кажется, у нас за 150 тысяч убьют. У нас за 5 тысяч убить могут, наверное, а за 150 это уж прям железно. Особо даже ждать не нужно. Хотя для кого-то это деньги не такие уж и большие. Вот, например, для нас сейчас. Вот, смотри, 150 тысяч просто за покос газона получаем. Дождя, а что там отмечено? Деревянный лежак. Это мы потом разберемся. Нам нужно покосить газон. Самое главное задание у нас в этой... В этой миссии. В этом задании задание. Самое главное покосить газон. По комментариям я, кстати, понял, что вроде как бы всем нравится. Что я с этой стороны теперь сижу. Поэтому пока что я с этой стороны и останусь. Пока мне вроде как бы удобно. Ну как удобно. Я не привык особо, но мне вроде удобно. Так, что мы делаем дальше? Мы делаем следующее. Здесь почему-то какая-то полоска странная. Как будто бы я здесь косил с меньшей интенсивностью. Деревянный лежак закопать наполнить дворовой бассейн. Бассейн. Мулине. Ну давай. Дворовой бассейн. Мулине. Положим. Не пойму, а почему он не показывается? Чего? Бассейн. А какой мне нужен? Какой мне нужен-то из этих? Дворовой бассейн. Мулине. Решил внезапно открыться. Мне бы какой-нибудь такой. Давай серый купим. Ого-го. Ничего себе. Он какой огромный. Давай отойдем. Так, чтобы посмотреть со стороны на это все происшествие. Но вот так, видать, нормально. Вот так ровно. Да? Ну вроде бы да. Ну давай сюда и поставим. Вот сюда куда-нибудь. Ты мне серьезнее вот это все выкапывать, что ли? А, спасибо, что... Спасибо, что не нужно все это дело вот по... Как мы тогда копали. Вот этим по кусочкам выкапывать. Я прямо уж испугался. Думал, что серьезно нам сейчас скажут копай. Ям выкопано достаточно. Это хорошо. А с этой стороны нормально? Достаточно нам выкопано? Поместить бассейн. Присыпать землю. Я думал, он поплыл. Бассейн был закопан. Нужно наполнить его водой. Чем я, в принципе, сейчас и занимаюсь. Заодно и помоемся. Завершить заказ можно. Но нет. Мы поместим стеллажи... Ой, стеллажи лежаки. Лежаки нужно поместить. Естественно, белые. Белые, как и бассейн. Но поместим... А, ну вот так вот их положим. Вот сюда вот. Я зачем-то опять один нажал. Но сейчас нам не нужно еще один. Белый, белый. Вот такой белый был. И где-то он должен стоять... Вот здесь. Здесь, я говорю, должен стоять. Да пофигу. Пусть стоит вот так. Все. Еще полмиллиона заработали. Какая красота. Смотри, как облагородили мужику задний двор. Красота. Займемся еще одним заданием. Я думаю, успеем что-то сделать. Ванная комната и мастерская. Вот, давай под Мышкину Роману произведем уборку в доме. Пару дней назад я приобрел дом по очень выгодной цене. На эту цену повлияли два фактора. Много месяцев этот дом никто не хотел покупать, и там поселился нежеланный гость. Речь об одном джентльмене с собственной коляской, который незаметно заселился в дом и жил себе здесь пару дней, пока его не обнаружила полиция. Этот господин устроил невероятный бардак за время своего недолгого пребывания. На полу валяется мусор, ящики газеты, непонятная жидкость покрывает большую часть пола, и кажется, что кто-то вернул содержимое обеда на холодильник. Будучи человеком, которому становится нехорошо от самого вида нынешнего состояния квартиры, я любезно обращаюсь к вам с просьбой сделать порядок в моем новом доме. Также я очень прошу решить проблему с электричеством. Хорошо, давай, Роман Подмышкин, мы тебе организуем уборку в доме. Могу застелить кровать, используя букву Е. Это очень здорово, и мы пойдем в дом. Ой. Да, кстати, написали, что давай-ка ты исправь вот этих тараканов на... Как их называют? На кого там нужно? На стекол, да, по-моему, поменять? А где здесь? Показывать осколки стекла вместо тараканов. Все ради вас, ребят, мне не жалко. Пусть будут осколки стекла. Так, мне не видно ничего. А электричества здесь что, нет? Может, предохранители перегорели? А, ну да, он же говорил, что нужно предохранители поменять. Ему с электричеством какая-то беда у него случилась. А где у него, как ее называют-то, комната с электричеством? Вот она. Открыть, установить. Все? Заработает сейчас? Или все так же нет? Куда мы должны пойти? Подожди, в какой мы комнате были? Вот в этой. Во, гораздо лучше стало, правильно? Правильно. Все видно сразу стало. Я вообще хотел этих пылесосов, пылесосов, блин, этих тараканов засосать. Ну, я не вижу, где они здесь есть-то. А, вот они, елки-палки. А то они пропали, они теперь беззвучные, и вообще, они теперь, их вообще совсем не видно. Почему не пишут про пылесосить осколки? Пишут, все пишут, я просто не заметил. Где-то здесь они еще были, они здесь под дивану ползали, осколки эти. Я не пойму, где они есть. Но, блин, а... Я серьезно не вижу осколков. Ладно, давай мы займемся сначала уборкой самой комнаты. Просто уберем грязь, мусор, точнее, весь. Чтобы он не путался под ногами. И-и-и-и-и-и-и. Уберем грязь, естественно. Шваброй мы ж умеем. У нас все очень хорошо получается. А, вот оно, в тени пылесоса. Ну и где, и что? Один из трех все равно. Я не пойму, почему до сих пор горит, вытяни пылесосом, если я все уже вытянул. Что я еще не засосал этим пылесосом? Вот понимаешь, вот в чем проблема этого пылесоса и того, что тараканов не видно. Тараканов должно быть видно, а не хотя бы звуки какие-то издавали. Я, конечно, сейчас поиграю так, но мне что-то прямо не особо нравится. Очень больно долго мы это все ищем. Точнее, я это все долго очень ищу. Может быть, ты видишь это, а я вот не вижу. Мне было гораздо понятнее и яснее, где находятся эти тараканы по звукам и по виду их. У меня как-то к ним особой боязни. Точнее, их нет. Я, в принципе, к ним отношусь нейтрально. Ну, я, конечно, не то, чтобы я люблю, когда они у меня ползают. У меня их нет, слава богу. Это такие звери, которые хрен выселишь потом. Они поселятся-поселятся, а дальше что с ним делать? Их не погладишь особо. Они не мурлыкают и ничего не делают. Они только вредят. Они противные и некрасивые. Они даже не пушистые, блин, чтобы их погладить. Так что вот так вот. Итак, это подвал, мы туда не идем. Мы здесь должны помыть окна и электрическую розетку починить. Электрическая розетка вот тут. Вот тут где-то она. Вот тут она где-то вот. Вот тут она где-то вот. А как я туда должен залезть? Как я, по его мнению, должен был туда попасть? Да поставься ты куда-нибудь хотя бы, ну. Вытяни пылесос. И где? И что я должен вытянуть пылесосом? Не пойму. Не пойму, чего надо вытянуть пылесосом. Я не вижу здесь ни одного осколка стекла. Ладно-ка, займемся этим позже. Мы должны починить розетку. Хотя в целом, знаешь, мне кажется, можем и на сложном уровне сборки играть. Потому что здесь как такового сложного ничего нет. Здесь все в целом-то видно, что куда нужно засовывать. Здесь иначе никак, мне кажется, не сделаешь. Как мне написали, что вот, нужно сделать так, чтобы там не устроить потоп, тыры-пыры, все гаечки к гаечке. Но, мне кажется, здесь так сложно все это сделать. То есть потоп вот этот организовать. Мне кажется, ничего тут не будет такого. Ну, потому что, а что здесь может быть-то? Здесь ничего не будет. Вытяни пылесос. Вот где вот, вытяни. Вот оно вот здесь начинается, и вот здесь оно до сих пор есть. Слушай, погоди, извини, пожалуйста, конечно, за то, что я так вот делаю. Но мне нужно посмотреть, где он находится. Все, что ли? Серьезно? Серьезно? Они пропали. Короче, давай тогда все-таки еще раз включаем. Осколки стекла. Вот так вот, одним движением руки, пропало задание с этими стеклами и старканами. Представляешь? Это просто, видимо, баг был какой-то. Ну, или что-то такое. Ну, потому что их не было. По факту ты же видел. Или видел, я не знаю. Большая часть, конечно, девушек меня смотрит и, скорее всего, видела. Так, с гостиной мы закончили. Идем, давай в ванную порейдем. Придем в ванную, включим здесь свет. И здесь нужно убрать мусор. Какой здесь мусор нужно убрать? Не пойму. Ха-ха! Душевая кабина была мусором. И нужно установить теперь ее. Ну, сейчас мы помоем грязь. И установим душевую кабину. Естественно. Ну, давай отмывай быстрее. Что ты так медленно трешь? Тебе за это деньги платят. А делаешь, как будто бы... Что подсвечивается? А делаешь это так, как будто бы тебе за это... Не то, что не платят, так тебя еще и бьют за это. Что-то я протер, короче, по карте. А что протер, хрен его просыт. Ставим душ. Душ поставим, как всегда, наш любимый. Вот такенский. Главное, чтобы нам сейчас дали его нормально установить и не выкинули за стену, как было в тот раз. А то больно это было делом неприятно. Собираем. Красота. Вот, блин, такая спокойная игруха. Реально, когда никуда не торопишься, типа, ну, когда не торопыжничаешь, все вроде понятно, все вроде здорово, все делается так красиво, все получается. Винтики, болтики крутишь. Ну, типа, прям красота. Правда, вот у нас уже с тобой 40 минут, и серия должна закончиться. Но мы только начали этот ремонт, и поэтому серию придется делить. Не делить, а мне придется тут мучиться немножко. Ну, ничего страшного. Ничего в этом страшного особо нет. Правильно? Правильно. Я тоже так считаю. Что-то красные ручки. А почему красные ручки-то? Там же не было выбора. Красные, не красные. Наверное, это просто такое освещение было, и поэтому показалось, что они красные. Ну, молодец. Новый очко умения. Это, наверное, в сборке, да, нам дали? Сборка быстрее на 50%. Давай сборку. Вкачаем. Теперь мы будем быстрее гораздо все собирать. И перейдем, естественно... Сколько здесь комнат нужно отремонтировать? Спальню, комнату на 5. Это подвал еще. В подвале тоже что-то... А, розетку нужно поменять. Тут просто грязь. Здесь грязь, окна и мусор. И в спальне, естественно, тоже. Короче, нигде... А нигде больше ничего нового покупать не надо. Никакой мебели ставить не нужно. Прям 5 секундочек. И вот у нас продолжается серия. Как бы ты-то особо ничего не заметил, не заметил. А я вот тут вырезал кусочки. Кусочки вырезал, собирал здесь кусочками эту серию. И вот так вот теперь получилось. Почему нельзя вот этой шваброй помыть еще и окна? Ну, типа, швабра. Какая разница? От грязи-то отмоется. А то, что разводы будут... Ну и хрен с ними с разводами. Правильно? Правильно. Че они разводы-то? Разводы на обзорность особо не влияют здесь. Вон какая грязь. Слой плесени просто. Слишком быстро двигать тоже не нужно. Видишь, она зеброй такой моет. Так, встань. Так, все? Спальня закончена. А где здесь еще одна комнатуха, которую нас не пустили? Нигде. А где? Где на пять квадратов-то? Комната пять квадратов. И спальня еще есть. Я, может, что-то не вкуриваю, но мне кажется, мы... А-а-а, я... А я думал, что я здесь был. Представляешь? А мне почему-то показалось, что я здесь был. Поэтому я сюда даже не смотрел. С мусором закончили. Давай отмывать. Да, этот товарищ, который здесь жил, прям поднасрал, можно сказать, этому покупателю новому этого дома. И нам-то не поднасрал. Нам-то заплатят за это. А вот ему поднасрал. Как можно было за пару дней такого наворотить? Пару дней. Представляешь? Пара дней. Всего пара дней. А он умудрился натворить вот так вот засрать дом. Но окна, наверное, все-таки он не пачкал. Потому что окна-то они сами по себе такие становятся, если очень-очень-очень долго их не мыть. Ну, прям реально очень долго. Лет пять, наверное, надо не мыть, чтобы они такими стали. Так, еще одна комнатка закончена. Нет, завершать заказ мы сейчас не будем. Мы с тобой будем выполнять их все на все, прям сто процентов. Так, погоди-ка. Мне нужна еще одна комнатулька. На пять квадратов. Ее нужно для начала найти. Где она может здесь быть? А? Здесь? Это комнатулька на девятнадцать квадратов. Это должна быть прям совсем малюсенькая. Это спальня восемь квадратов. А мне нужно на пять вообще, да? Комната на пять квадратов. Это какой-то этот. А-а-а, это комната на пять квадратов. Серьезно? А, здесь вот тут вот где-то. Напачкано. Твою мать, вы серьезно? Вы вот умудрились сюда засунуть грязь? И посчитать это еще и комнатой? Чудаки, ребятки. Вы, конечно, молодцы. Почему-то нас не пускают под лестницу. Я очень хотел посмотреть, что там интересного. Но, к сожалению. Так, здесь тоже тараканы. Где-то они есть. Вытяни пылесос. Где они здесь? Почему-то один из двух у меня уже написано. Хотя здесь никого не засасывал. А, они, вот они. А я их и не вижу вообще. Их, видать, настолько много, что я уже их от пола не отличаю. Как бы они уже сами стали полом. Точнее, пол стал ими. Этими стеклами. Ну и где я их искать должен? Вот они. Все. И очищаем грязь. Очищаем грязь и заканчиваем этот ремонт. Красота, красота. Какая неописуемая просто. Так, где здесь грязюк-то? А, все потолки в копоте. Что-то навотворяли здесь. Костер, что ли, жгли. Прям в помещении. Так, запрыгни. А то я не достаю. Музыку, как ты можешь видеть, я не нашел никакую. Я смотрел там в интернетах, на просторах интернета. Она вся короткая, во-первых. Длинных особо не нашел я. Если ты знаешь какую-то хорошую, ты напиши в комментариях название, там, терры-пыры, восемь дыры, чтобы я посмотрел такое и сказал, ух, нихрена себе, какая классная песня. И воткну ее обязательно тогда в ролик. Просто я-то не против, честно говорю. Я поставлю музыку, если она будет хорошей. Если она хорошей будет музыкой, расслабляющей такой, интересной, плавной, медлительной. Короче, как наша игра сейчас с тобой. Мы с тобой наслаждаемся игрой. Мы не торопыжничаем, мы никуда не бежим. Один хрен все получается примерно в одно и то же время. Ну, сэкономим 5 минут на торопыжничестве. А тебе же ведь это не нравится. Да и я сейчас сам понимаю всю прелесть медленной игры в эту вот чудесную игрушку. То есть сидишь, наслаждаешься тоже игрой. Крутишь винтики, занимаешься вот так. Выполнено 100% заказа. 404 тысячи. Готов. И классно играть, когда никуда не торопишься. Все, мы видели, как это выглядит. Сохранение фотографий в портфолио. И на этом мы с тобой, естественно, обращаемся, посмотрим, сколько у нас денег-то сейчас. Нам сколько нужно накопить? Я забыл, сколько нам нужно накопить на дом. Он, по-моему, 12 миллионов стоит, если мне память не изменяет. Так, у нас сейчас 6800. Ошалеть. Это деньжище. Так, где здесь бункер? Бункер самый дешевый стоит 6700. Это гараж. То есть мы его уже даже можем купить. А вот старый дом с бункером стоит 7800. Осталось выполнить нам с тобой каких-нибудь два заказа по полмиллиона. Обычных, знаешь, типа покосить газон, сделать там то, все, пятое, десятое, розетки отремонтировать, детскую подготовить. То есть и сразу же у нас с тобой появятся эти деньги, чтобы купить бункер. И тогда, и тогда. И тогда будет у нас бункер с тобой. Будем его делать. А на этом мы с тобой прощаемся. Спасибо большое за просмотр. Обязательно поставь комментарий, напиши лайк. И увидимся с тобой в следующей серии. Пока.